Добрый день, уважаемые коллеги из Солнечной Вены. Я действительно очень рад, хоть это мой не первый вебинар, но на сайте Директ Академии я действительно выступаю первый раз. И я надеюсь, что мы с вами взаимно обогатимся в процессе нашего сегодняшнего вебинара. Вот название его вы видите. Это обучение межкультурному общению в условиях различной этнокультурной образовательной среды. На основе пособия «Общаемся по-русски». Уважаемые коллеги, не секрет, что сейчас деятельность учителей в школах российских осуществляется в условиях билингвальной, полилингвальной или полиэтнокультурной образовательной среды. И они должны перестроить определенным образом свою деятельность, поскольку у них в классе находятся дети различных культур. И вот поэтому в ГОС нам дает такие цели обучения русскому языку. Формирование языковой личности, которая владеет всеми видами речевой деятельности, то есть говорением, аудированным чтением и письмом, которая способна на речевые поступки. И мы должны включить наших учащихся, вот так, языковую личность, в культурно-языковое поле нации, общечеловеческой культуры, воспитать у него ценностное отношение к русскому языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России. Вот такая цель, которая сейчас ставится перед нами. Естественно, любая цель успешно может быть реализована, если у наших детей есть мотивация, они мотивированы. Что такое мотивация в плане обучения языку? Это как учащийся относится к данному языку и культуре носителей, когда он готов изучать этот язык и признает, что этот язык ценен для него, если он им овладеет. Ну, в принципе, в дидактике, в психологии выделяется два типа мотивации. Внешняя и внутренняя. Ну, внешняя мотивация связана с тем, что человек хочет изучать язык, любой язык, в том числе иностранный, для того, чтобы, скажем, читать литературу, слушать радио, смотреть телепередачи на языке и так далее. А вот внутренняя мотивация как раз связана с организацией учебного процесса по языку. То есть он будет мотивирован, если даже у него есть внешняя уже мотивация, она обязательно должна поддержаться внутренней мотивацией. Иначе внешняя мотивация просто исчезнет. Какие отрицательные моменты могут просто ликвидировать внешние мотивации, если она даже существовала? Это монотонность, однообразие деятельности, применение фронтальных форм работы на уроке, отсутствие новизны в приемах и содержании. Когда учитель постоянно работает со всем классом, не изменяя формы работы. Во-вторых, если он предлагает те задания, которые для учеников или не посильны, или они не связаны с их опытом, их интересами или потребностями. В-третьих, если он работает на уроке не со всей группой, а только с несколькими учеников, в то время как остальные просто присутствуют на уроке или занимаются своими делами, как правило, уткнувшись в мобильные телефоны. Внутреннюю мотивацию снижают также, если они не видят успеха в той работе, которую они осуществляют. И не уверены в своих силах. Ну и, конечно же, если их отношения с учителем плохи или очень натянутые. В качестве цели, вот мы сказали, языковая личность. Мы можем в качестве цели, вот развития, формирования такой языковой личности, и мы сказали, что обучение это осуществляется в поликультурной, билингвальной среде. В качестве цели мы можем поставить, сформировать межкультурную компетенцию у наших учеников. Что такое межкультурная компетенция? Межкультурная компетенция включает умение, общение с представителями другой культуры. Когда я общаюсь с человеком другой культуры и понимаю ограниченность своей собственной культуры, своего собственного языка. Я должен смириться, что знаний только моей культуры недостаточно для этого общения. Во-вторых, я должен уметь переключиться, если я встречаю другую культуру, я должен уметь переключиться, когда я встречаюсь с другой культурой, на другие и не только языковые, но и не языковые нормы поведения. То есть это и включает и дистанция общения, это включает и жесты общения и так далее. Межкультурная компетенция формируется в процессе межкультурного образования. И образование, в принципе, вот в поле этнокультурной образовательной среде, о которой мы говорим, оно в принципе межкультурное. Межкультурное образование, вот по определению рода и коптейцева, это индивидуальный процесс развития личности, который ведет к изменению поведения индивидуума, который связан с пониманием и принятием культурно-специфических форм поведения представителей других культур. Когда я понимаю, почему мой партнер ведет себя совершенно по-другому, отлично от того, чем владею я. И в качестве содержания такого межкультурного образования выступают как раз факты родной культуры в сравнении с культурой партнеров по общению. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что вот современное образование, оно, как правило, особенно сейчас, является полиэтнокультурным по своей сущности, и оно представляет из себя межкультурное образование. Это требует, естественно, от нас совершенно нового подхода. Можно выделить уровни межкультурной компетенции, которые мы должны сформировать у наших детей. Прежде всего, это так называемый когнитивный уровень, когда наш ученик владеет только знаниями о тех общих моментах и различиях, нормах, образцах поведения в контактированной культуре. Он только знает об этом. Это только первый уровень. А вот второй уровень – аффективный, когда он уже, у него есть умение, и он может встать на позицию партнера по общению, по межкультурному. Он может понять тот конфликт, который возникает, и объяснить его теми ценностями и нормами культуры, которыми владеет его собеседник. И, наконец, самый высокий уровень – это коммуникативно-поведенческий, когда у нашего с вами ученика есть умение осуществлять уже конкретные действия в этой межкультурной ситуации. Значит, он не только должен знать разницу в культурах, он не только должен уметь встать на позицию своего партнера, но и действовать, что самое главное – уметь действовать в этой ситуации. Гениальный Конфуций сказал, «Расскажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я пойму. Заставь меня действовать, и я всё сделаю так, как нужно». Вот мы сказали, что образование в этнокультурной среде является межкультурным. Межкультурное образование требует изменения всей системы обучения языку. А мы с вами, коллеги, знаем, что система включает в себя цели, содержание, методы, средства и формы обучения. Ибо нельзя изменить цель, оставив без изменения все остальные компоненты системы. А мы так делали очень часто. Мы часто меняли цель в обучении, но не меняли ни методы, ни средства, ни формы обучения. И вот изменения в особой мере относятся к средствам обучения, то есть учебников русского языка нового поколения, которые должны быть разработаны по принципу межкультурного образования. Для того, чтобы с помощью этих учебников мы могли формировать межкультурную компетенцию. Вот пособие, которое я хотел бы сегодня представить, мы попытались разработать его на основе межкультурного образования. Это пособие, это не учебник. Оно как раз вот и разработано нами для учащихся русских школ за рубежом, которые изучают язык в искусственных условиях. То есть это билинг, дети билингвы, вне страны, которые говорят на русском языке. Это билингвы. Сейчас, уважаемые коллеги, существует целая сеть русских школ за рубежом, которые вот я курирую в Европе. То есть это школы для детей билингвов. Ну вот, например, в Австрии отец австриец, мать русская. Они посещают школу страны проживания, австрийскую школу. А один раз в неделю по субботам, школа выходного дня она называется, они посещают эту русскую школу, где они изучают русский язык. Ибо русский язык, русского языка им недостаточно идеально, когда он, допустим, с матерью общается на русском в семье, а с отцом на языке страны проживания. Но этого, естественно, недостаточно. Поэтому вот и создана сеть таких школ. Поэтому вот это пособие создано и для таких школ, и для учащихся основной школы России, которые вот обучаются в условиях различной этнокультурной и образовательной среды, когда у вас в классе представители различных культур народов России. Это пособие, естественно, может быть использовано и для повышения квалификации методической учителей русского языка, вот этих русских школ за рубежом, и учителей российских школ, которые свою деятельность как раз и осуществляют в условиях вот такой различной этнокультурной и образовательной среды. Целью пособия является, как я уже сказал, развитие межкультурной компетенции данной категории учащихся, причем на третьем уровне, на третьем уровне, коммуникативном уровне. В качестве основы в пособии используется русская культура как базовая культура. Уважаемые коллеги, вот для учащихся, для которых создано это пособие, это в основном учащихся старших классов. Ну, это когда детям от 13, скажем, до 16 лет. И ведущий вид деятельности для таких детей, вот если, скажем, в начальной школе ведущая деятельность у них игра, ну, учебная игра, потому что сейчас стали очень увлекаться играми в ущерб самому учебному процессу. И там единицей обучения в начальной школе является ситуация, то, скажем, у младших школьников в средней школе единицей обучения является текст, и там ведущий способ деятельности – это общение, и то ведущим видом деятельности вот старших школьников от 13 до 16 лет является коммуникация, когда они общаются со своими сверстниками. Если единицей обучения на среднем этапе является текст, то единицей обучения на старшей ступени является проблема, которая задается с помощью текста. И вот почему я сказал, что мы меняем цель, но часто не меняем остальные средства обучения. Если в начальной школе была единица обучения – ситуация, то часто она продолжается и в средней школе. Или был на среднем этапе текст, то он продолжается до конца обучения. А в этом плане нужно менять содержание обучения в зависимости от возраста. Так вот, и характер русского языка на этом этапе меняется. Прежде всего, он межпредметен, русский язык, на этой ступени. То есть, когда содержанием речи на этой ступени должны быть знания из различных областей. Из области литературы, искусства, истории, географии, математики и так далее. Во-вторых, язык многофункционален на этой ступени. То есть, он является как целью образования. Мы действительно образуем их через русский язык. И, во-вторых, он является здесь средством получения знаний в различных областях. Для российской школы это не проблема, потому что там все предметы изучаются на русском языке. Но готовить к этому должны уроки русского языка. По каждой теме пособия, в нашем пособии, выделяется текст, который связан с культурой России, который связан с проблемами, которые интересны на этом этапе обучения. Потому что я сказал, единица обучения – проблема, которая дается им через текст. И вот этот текст обсуждается учениками, и в ходе обсуждения они сравнивают свою культуру с другими культурами. В пособии выделяются вот такие темы. Вот вы в содержании можете посмотреть. Это пособия, это эти темы, которые, как я сказал, и проблемы, которые связаны с теми предметами, которые они изучают. Русский алфавит, русский язык в мире, русские, как нация, этикет народов мира, далеко, близко, мы живем среди людей, почему нужны правила общения, обращения, жесты, поведение на улице, контакты, улыбка, фамилия, семья, обычаи гостеприимства, взрослые дети, роль друга или подруги. То есть вот эти проблемы, с которыми как раз и связаны учащиеся вот этих классов. Давайте посмотрим некоторые фрагменты этого посуды. Вот один из фрагментов, одна из темы, которая называется «Мы живем среди людей». Вот первое задание написано «Обсудите в парах». Как вы понимаете слова Антуана де Сент-Экзюпери, автора философской сказки «Маленький принц»? Если в чем-то на тебя не похож, если я, я этим вовсе не оскорбляю тебя, а напротив – одаряю. И что значит слово «одарить» и дальше сложно или легко вам общаться с разными людьми, одноклассниками, бабушками и дедушками, соседями, незнакомыми людьми, с представителями других культур. Это так называемая экспозиция к тексту. Задачей такой экспозиции является ввести учеников в атмосферу того общения, с которым они столкнутся в тексте, познакомить их или ввести в содержание этого текста, о котором они будут говорить. И очень важно также обрисовать им ту проблематику, с которой они столкнутся. Вот экспозиция играет очень большую роль. Причем эта экспозиция, вы можете ее ввести устно, но у нас эта экспозиция показана в учебнике, поэтому вы можете просто предложить им это прочитать. И затем предлагается задание. Прочитайте текст и выполните задание. Вот, уважаемые коллеги, вот очень важно при обучении чтению дать обязательно установку. Вот часто мы в учебниках сталкиваемся с такой установкой. Прочитайте текст и все. А зачем прочитать этот текст? Вот обязательно нужно предварить установкой, которая непосредственно связана с проблемой урока. Что они должны будут делать после этого чтения? Здесь написано, прочитайте текст и выполните задание. Значит, они должны будут знать, что у них будут после этого задания. Можно, в принципе, познакомить их с этими заданиями до чтения текста, а можно после чтения текста. Еще один очень важный момент, коллеги. Я позволю вам себе напомнить. Существует три вида чтения, о чем очень часто учителя забывают. Есть чтение детальное, когда ученик должен понять 100% той информации, которая в тексте содержится. Есть чтение текста ознакомительное или с общим охватом содержания, когда они должны понять до 70% текста. Есть вид текста просмотровые, когда они только должны просмотреть этот текст и сказать, допустим, о чем будет идти речь. И четвертый вид текста – это чтение поисковое, когда они должны найти определенную информацию. К большому сожалению, в школах мы не обучаем детей этим видом чтения. И они привыкли читать все тексты детально. А в жизни, уважаемые коллеги, какие тексты мы в жизни должны читать детально? Очень редко мы встречаемся с текстами, которые мы должны читать детально. Ну, например, что мы должны уметь читать детально? Ну, вот очень важно договор, который я подписываю, иначе могут быть проблемы. Мы должны уметь детально прочитать, скажем, инструкцию к какому-то прибору. Если я что-то не пойму, я могу прибор загубить. Скажем, инструкцию к медицинскому препарату, иначе я могу отравиться и так далее. Но это редкий случай. В основном в жизни мы встречаемся с видом текста с общим охватом содержания, со знакомительным текстом или просмотровым, поисковым. часто, поисковым, или я просмотрю текст, и вот, особенно в газете, я нашел информацию, которую мне нужно прочитать подробно. Так вот, текст, который предлагается здесь, это текст для ознакомительного чтения. Скорость ознакомительного чтения, уважаемые коллеги, 100 слов в минуту. 100 слов в минуту. В данном тексте 388 слов. Ну, скажем, 400 слов. Значит, если 100 слов в минуту, на чтение у них должно уйти 4 минуты. Но я повторяю, если дети приучены к этим видам чтения, потому что это, в принципе, для них проблема. Ведь в жизни-то они не будут встречаться часто с текстами детальными. Значит, они должны прочитать текст с такой установкой, и затем предлагается задание «Как вы поняли иносказательный смысл Джани Радари?». Вот это задание представляет собой так называемый смысловой выбор. Вот задача такого задания состоит в развитии механизма логического понимания текста. То есть, когда ребенок работает над смыслом этого текста. То есть, почему, зачем, как и так далее. Вот это, таким образом, данное задание представляет собой смысловой выбор. Они должны выбрать в этом плане. Смотрите, как вы поняли, в стране соломенных людей они вспихивали не только от огня, но даже от горячего слова. Жители страны, восковых людей, были мягки, податливы, со всеми соглашались. А стеклянные люди, отличаясь такой хрупкостью, что могли погибнуть от неосторожного прикосновения. Значит, они могут, в принципе, еще раз текст просмотреть, и затем вы обсуждаете с ними это фронтально, то есть со всем классом. Следующее задание. Найдите в тексте ответы на вопрос и запишите в тетрадь, что важно учитывать при общении с другими людьми. Этот вид упражнения называется «содержательный поиск». То есть основная задача – развивать механизм такого тоже самое логического понимания. И вот это называется поиском, потому что ученик сознательно ищет то, что ему предлагается найти. Поэтому ему нужно, естественно, к тексту обратиться еще раз. И при этом, кстати, он совершенствует технику чтения, потому что он читает его второй раз. Может даже просмотровое чтение уже быть здесь. Второй вид чтения мы развиваем. Это вот очень важный момент. И затем это, ну, кстати, вот это задание, если у вас время, они могут его выполнять здесь сразу, найти ответы индивидуально, могут выполнять его дома. И следующее упражнение. Здесь вот как раз написано. Работая в парах, расскажите, дополняя друг друга, что вы узнали из текста об особенности поведения людей разных национальностей и тех или иных ситуаций. Смотрите. Они еще раз читают этот текст. И, кстати, вот когда эти задания, они, кстати, убирают смысл открытого контроля. Вот через эти коммуникативные виды заданий они к тексту обращаются несколько раз и волей-неволей его запоминают. То есть здесь они уже занимаются поисковым чтением. Сначала они, каждый из них читает это индивидуально, а затем они в парах между собой общаются и затем предлагают те результаты, которых они достигли в паре, всему классу. Следующее задание написано. Обсудите вопросы в парах или группах, а затем поделитесь своим мнением с классом. Опять это так называемый смысловой выбор они осуществляют. Написано. Юрий Михайлович Лотман, литератор-овед, автор книги для школьников «Письма о добром и прекрасном» писал. Культура начинается с запретов. Как вы понимаете эту фразу? Какие существуют запреты при общении людей в русской культуре? Существуют ли такие запреты в культуре страны, где вы живете? Это для тех билингов, а для наших детей, которые в российской школе учатся. То есть, существуют такие запреты в культуре страны, вашего происхождения. Опять смысловой выбор. Следующее задание, которое им предлагается. Какие качества человека помогают общению с другими людьми, а какие мешают? Запишите это качество в табличку. Ну, прежде всего, здесь активизируется речемыслительная деятельность детей, они это должны делать. Но это упражнение, естественно, лучше всего выполнить дома, а затем обсудить на следующем уроке. Так же, как и следующее упражнение, десятое, когда там написано, объединитесь в группу по 3-4 человека и обсудите вопросы. Как вы думаете, каковы главные препятствия на пути понимания людей другой культуры? Как можно преодолеть эти препятствия? То есть, они дома над этим размышляют, а затем на уроке, на следующем уроке они обмениваются этим. Кстати, коллеги, вот на каждую тему, в принципе, мы рассчитывали, что вам нужно будет минимум два урока от этой темы. Ведь это дополнительное пособие, в принципе, оно дополнительное пособие для уроков русского языка. У вас же еще есть учебники, это понятно. Ну, и есть материал для любознательных, он факультативный. Там написано, посмотрите мультфильм «Ежик должен быть колючим» и обсудите в классе вопросы. Но это если у вас класс действительно в этом заинтересован будет, то это задание можно с ними выполнить. Еще один фрагмент из этой книги, который связан с жестами. Опять вот написано, как часто вы используете жесты во время разговора. Как вы думаете, в разных культурах одни и те же жесты имеют одно и то же значение? Это опять экспозиция к тексту, которая вводит их в систему, актуализирует уже необходимые лексические, грамматические единицы, которые будут связаны с этой темой. И затем им предлагается опять прочитать текст и найти в нем объяснение значений наиболее частотных жестов. Этот текст опять предназначен для ознакомительного чтения и связан, вот мы уже говорили с вами, с содержательным поиском. Текст для ознакомительного чтения, в нем 420 слов, значит, они должны, ну, 4, ну, 5 минут вы им можете дать для чтения такого текста. Ознакомительное, а затем оно переходит в поисковое чтение, то есть они сначала читают его как ознакомителя, а зачем поисковое. Кстати, скорость поискового чтения для данного возраста уже 270-250 слов в минуту. Но они опять второй раз обращаются к этому тексту. И следующее задание опять. Найдите в тексты примеры того, что одни и те же жесты могут иметь разное значение у разных народов. Содержательный поиск, о котором я уже говорил, опять содержательный поиск, это уже поисковое чтение. И следующее задание то же самое. Работая в парах, найдите в тексте ответ на вопрос. От чего зависит размах жеста? И затем размах жеста зависит от... Ещё раз они читают текст. И опять используют поисковый вид чтения. И следующее задание. Работая в парах, опять, или группах. Вот я обращал внимание, что скуку часто вызывает чисто фронтальная работа. Всегда фронтальная работа. Они от этого устают. Работая в парах или группах, выберите и покажите в классе жесты, о которых говорится в прочитанном тексте. Остальные должны объяснить значение. То есть нужно дать время на подготовку. Затем они эти жесты выбирают и показывают всему классу. То есть они опять обращаются к тексту. Следующее задание. Это что означают следующие жесты в России? Найдите соответствие между жестом и его значением. Смысловой выбор, опять. Это задание тоже можно сделать в парах. Опять предоставить для этого время. И они должны жесты, картинки соединить со значением жестов, которые здесь предлагаются. Следующее задание. Как вы думаете, существуют ли жесты, благодаря которым можно понять эмоциональное состояние человека, его реакцию на ваше сообщение, даже если вы не знаете его родного языка? Опять смысловой выбор. Они ставятся перед смысловым выбором. Активизируется речемыслительная деятельность учеников в этом плане. Ну, это, естественно, проводим фронтально, потому что это дискуссия во всем классе, в группе. И посмотрите на картинки, попробуйте определить, какие эмоции выражены с помощью этих жестов. Это тоже они смотрят на картинки и всем классом это обсуждают. Там им предлагаются слова для справок. Вот. И они должны это выбрать. И дальше, это может быть выполнено дома, подумайте, какие еще бывают эмоции. Попробуйте изобразить какую-либо эмоцию с помощью жестов так, чтобы ваши одноклассники смогли вас понять. Это они, естественно, готовят дома и на следующем уроке это показывают. И вспомните эпизоды фильмов, мультфильмов, когда жесты без слов демонстрируют нам эмоции персонажей. Расскажите об этом фильме или мультфильме уже в классе. Для любознательных здесь предлагается тоже смысловой выбор. Когда они объединяются в группы по 3-4 человека и обсуждают картину «Охотники на привале». Картина Василия Перова. Посмотрите информацию в интернете, им предлагают смотреть об этом художнике. И затем вот предлагаются вопросы. Но это, я повторяю, задание факультативное, дополнительное. Если у вас такие ребята есть, которые заинтересуются этим, они смогут это сделать. Ну и ещё один эпизод мы с вами посмотрим. Это фамилия. Вот первое, как всегда, у нас все задания начинаются с экспозиции. Как вы думаете, о чём может рассказать фамилия? Это экспозиция опять введения в тему, активизация и лексико-грамматического материала, с которыми они затем столкнутся. И затем опять предлагается обязательно с заданием. Прочитайте текст и скажите, что может рассказать фамилия о её владельце. Это опять ознакомительное чтение. И здесь опять задание, которое связано с содержательным поиском их. Ну, я вам уже сказал скорость такого чтения. И затем предлагаю, попробуйте дополнить фразы из текста поиск. Они могут опять ещё раз посмотреть этот текст и могут дополнить эти фразы из текста, но могут письменно дополнить, если хотите, могут устно. Четвёртое упражнение написано. Какая фамилия считается самой распространённой в культуре страны, где вы живёте? То есть это опять для билингов или в культуре страны, которую вы представляете, если у вас в классе представители разных культур. Нравится ли вам ваша фамилия? Знаете ли вы историю её происхождения? То есть вот здесь как бы тот материал текста, который они прочитали, он переводится в личностный план. Вот это очень важный момент. Перевод того материала, который мы изучаем, в личностный план. Они должны, как это связано с его личностью, обязательно. И, кстати, это вот тот межкультурный диалог, о котором мы говорим. Вот эта межкультурная компетенция, которая формируется вот в процессе такого урока. И следующее задание, номер пятое. Прочитайте объяснение и назовите имя и отчество, фамилию династию царя, который своим указом велел записать всех людей, проживающих в российском государстве по именам, с отцы и с прозвищи. То есть по имени, отчеству и фамилию. Ну, вот здесь это активизация их зазнаний из истории. Если они владеют, кстати, если мы говорим, что это старшая ступень. Если они знают и по истории проходили эпоху Петра I, они ответят. Если нет, значит, вы должны им это подсказать. Шестое задание. Работая в парах, определите, от чего образовалась та или иная фамилия. Объясните свой выбор. Здесь опять смысловой выбор. Они могут работать в парах. Причем им дается, предлагается выбор и дается ключ вот здесь. Они могут потом посмотреть, правильно ли они ответили на это задание, или правильно ли они его выполнили, или нет. Следующее задание. Опять это смысловой выбор. Работая в группах по 3-4 человека, распределите фамилии, которые образованы от профессий, от наружности и черт характера, от названий животных и растений, от полной формы крестильного имени, от слов, обозначающих социальное положение человека. Вот они должны назвать, и вот здесь дается ключ, по которому они проверят, правильно ли они выполнили эту работу. Опять работают в группах или парах. Для работы в парах им также предлагается кроссворд. Это задание направлено на содержательный поиск этого. Вот здесь по вертикали, по горизонтали. Ну, кроссворды, они, может быть, уже отвыкли работать с кроссвордами, но здесь, в общем-то, это задание довольно интересное. И опять оно связано с проблематикой текста, который они прочитали. Задание девятое. Назовите фамилии известных писателей, поэтов, которые прославили национальную русскую литературу, литературы страны вашего проживания или страны вашей культуры. Какие произведения они написали, читали ли вы эти произведения, расскажите об этом классе. Вот в классе. То есть это, естественно, они могут сделать дома. И вот здесь как раз сочетается вот тот диалог культур, о котором мы сейчас говорим. Потому что именно методом обучения в таких группах является метод диалога культур. Ну, это тема специальной нашей встречи, если вы захотите. Что такое диалог культур? Его часто неправильно понимают. Предпринимают диалог культур – это только сравнение двух культур. Нет. Диалог культур – это диалог субъектов культур. Они представляют собой субъекты двух культур. И для любознательных здесь это опять расширение лингвистических знаний, что такое аномастика и что такое антропомимика у них. И в конце, в заключении им предлагается, в заключении книги, им предлагается тест шутка. Можешь ли ты принять на каникулы к себе в дом ровесника из соседней страны в рамках международной программы «Не ждали». Ну, это, конечно, шуточные вопросы и итоги текста. Просто вы, когда скачаете эту презентацию, вы сможете это почитать и предложить детям. Уважаемые коллеги, вот здесь предлагаю вам контакты для заказа. Значит, вот в издательстве «Риторика А» в Риге – это печатный вариант этого пособия. Это печатный вариант пособия. Вот здесь написано и телефон. Или электронный вариант пособия. Вы можете заказать в электронной библиотеке «Библия школа». Здесь написано вот режим доступа при подписке. Ну, я повторяю, у вас это будет, поэтому вы сможете это потом туда обратиться. И в заключение, уважаемые коллеги, я хотел бы вам предложить метод, который вы сможете использовать со своими учениками. Вот такие тесты вы сможете проводить по литературе после каждого. Вот тематический алфавит. Допустим, тематический алфавит по Пушкину. Там на каждую букву, причем это связано с его биографией Пушкина и с произведениями Пушкина. Вот, например, вот такой тематический алфавит предлагается по Пушкину. А. Александр. Б. Болдина. В. Выстрел. Это уже Александр, естественно, Болдина – это биография. В. Выстрел – это уже произведение. Гончарова, естественно, биография. Дубровский, Евгений. Жуковский – это связано с его биографией. Зимфира – произведение. Император – биография. Кюхельбекер – биография. Лицей – биография. Михайловская. Наталья и так далее. То есть это можно по каждому писателю, по литературе, вы можете проводить вот такой, предлагать детям, предлагать вот такой тематический алфавит. То есть они волей-неволей должны будут для того, чтобы составить такое. Вот этот алфавит составил ученик девятого класса обратиться и к произведениям, те которые, и к биографии писателя. И еще один момент, это уже для вас. Здесь зашифрованы стихи поэтов. Попробуйте определить вот по темпу. Я вам могу сказать, здесь три поэта. Пушкин, Есенин и Маяковский. Сами определяйте, какой столбик к какому относится. Второй. Попробуйте сами определить, о каком поэте, какой поэт, произведения какого поэта зашифрованы вот в этих цифрах. И предложить это ученикам, когда, естественно, вы с ними будете изучать стихи. Большое спасибо, уважаемые коллеги. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Вы, наверное, их можете писать в чат. Пожалуйста. Спасибо. 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 Продолжение следует... Уровень, оно рассчитано. Но это будет уровень минимум B2, B2, C1. Его можно использовать, естественно. Да, этот вариант в PDF есть тоже. Пожалуйста, оно есть. У Татьяны Викторовны есть такой вариант. Его тоже можно вам перекинуть. Да. Вы прослушали начало учебника для какого уровня. Значит, во-первых, коллеги, еще раз хочу уточнить. Это не учебник, это пособие. Вы, наверное, знаете отличие учебника от пособия. Пособие – это дополнение к учебнику. Это не нормативный учебник. Учебник он предлагает и лексику, и грамматику, и так далее. Пособие дополняет учебник. Значит, для какого уровня? Я уже сказал, значит, если это для иностранцев, то это уровень B2, C1. Это для носителей языка. Это старшие классы. Это могут, ну, начиная, скажем, от седьмого класса это пособие. Если это для носителей языка российских школ. И то же самое седьмой класс, если у вас группы смешанные. Какое основное учебник, для которого пособие? Нет, это пособие сделано не к определенному учебнику. Оно просто дополнительное пособие по межкультурному общению. Оно не связано ни с каким учебником. Оно связано только с межкультурным общением и обучение межкультурному общению в процессе межкультурного образования. То есть нет, вы можете его использовать как дополнение к любому учебнику соответствующего уровня, о котором я сказал. Что нас вдохновило на создание учебного пособия «Общаемся по-русски»? Вдохновило нас то, что изменилась ситуация прежде всего в российских школах, как я сказал уже. Когда ситуация в российских школах изменилась, когда профессиональная деятельность российских школ изменилась, они в условиях должны билингвальной, полилингвальной или полиэтнокультурной образовательной среды учесть. И цели обучения русскому языку в этом плане, в общем-то, тоже поменялись. И такое учебное пособие, если нет соответствующих учебников, то такое пособие и может служить дополнением к основному учебнику. И поэтому вот мы создали такое пособие «Общаемся по-русски» именно для общения вот в такой полилингвальной, полиэтнокультурной образовательной среде. Или, если это пособие для русских школ за рубежом, это, естественно, дети, которые обучаются в искусственных условиях, то есть вне страны, в которой говорят на русском языке. Вот для них это такое пособие. Если это иностранцы, то это дополнение, естественно, пособие, а русский язык как иностранный, уважаемые коллеги, мы обучаем не языку в настоящее время, потому что целью обучения являются межкультурные компетенции, а мы обучаем культуре и языку как аспекту культуры. Поэтому является некорректным формула «язык и культура». Это неверно, поскольку язык является аспектом культуры. Поэтому мы культуре обучаем, и внутри этой культуры выделяем язык как её аспект, и ему обучаем. Поэтому вот о чём я говорил. Мы поменяли цель, особенно при обучении РКИ, русскому языку как иностранному, и всё остальное оставили без изменения. Как сказал гениальный Жванецкий, нельзя что-либо изменить, ничего не меняя, но мы будем. Вот у нас так и получалось. То есть мы меняли цель, но оставляли без изменения все остальные её компоненты. Методы содержания, средства обучения. Вот что нас вдохновило на создание такого пособия. Пожалуйста, коллеги, если есть вопросы ещё. Коллеги, если в принципе у вас есть вопросы, вы можете мне писать. Вот здесь, пожалуйста, мой мейл. Я с удовольствием вам отвечу на те вопросы, которые вас интересуют. Пожалуйста, можете писать, я на них с удовольствием отвечу. Пожалуйста, коллеги, есть ли ещё вопросы? Ещё раз, коллеги, вы пишете, очень хороший учебник. Я хочу сказать, что это не учебник. И вот, к сожалению, до сих пор многие авторы, которые создают учебный материал, не поняли вот такую разницу. Ведь не каждое учебное пособие, которое мы можем создавать, можно назвать учебником. Но, к сожалению, это не понимают. Вот мне часто присылают учебники на анализ. Пишут, я написал учебник. Я спрашиваю коллеги, коллега, а вы уверены, что это учебник? Да. Я говорю, нет, это пособие. Она говорит, а какая разница? Вот очень важно знать эту разницу. Поэтому у нас это не учебник. Это пособие. Поэтому его можно использовать как дополнение к любому учебнику вот в тех классах, в тех группах, с которыми вы работаете. Конечно. Большое спасибо, коллеги. Я очень рад, что как-то мы взаимно обогатились. Буду рад продолжать это общение. Больших вам успехов. Хорошего лета. Счастливого отпуска вам. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин